обо всем значит по порядку давайте сначала я хотел бы сказать о долгожителя долгожитель дедушка легендарный наверное его видели вы не на одной реконструкции соответственно это легендарный colt 1911 до восемьдесят первого года этот пистолет без видимых изменений он принципе изготавливался и поставлялся вооруженные силы сша и он сейчас производится но уже естественно вид не там немножко другой но принцип действий он остался как заложен он был браунингом да и это это безусловно как бы замечательное оружие но если допустим так пробежаться не в ника я в подробности как это все работает вот потому что специалистов в этой области как что работает их там достаточно и тем более в интернет помощь но так отличие основное вот допустим для меня было очень интересный элемент который здесь предохранитель он находится с двух сторон да то есть вот нужно для того чтобы снять предохранителя нужно нажать на ручку соответственно очень удобный на протяжении долгого времени стоял на вооружение и все то что хорошо и надежно работает она и там остается хорошо и надежно работает поэтому этот пистолет он просуществовал там очень долго дальше если перейдя на наш период то всю вьетнамскую войну он прошел от начала до конца и естественно шел на вооружение вернее являлся выдавался он прошу выдавался он офицерскому сержантскому составу плюс его получали специалисты какие специалисты это гранатометчики это пулеметчики процессе разговора про гранатомет объясню почему вот тогда если уж начали мы про гранатомет то можно перейти к нему так называемый многим известные блупер да ну вот вот переходничок раз и все сюда закладывается граната история ну да это можно в принципе специалист которые на боевом это естественно можно будет сделать вот но естественно нужно была определенная сноровка история создания этого гранатомета непосредственно было гранатомет стал создаваться в конце 50-х годов изначально был не придуман гранатомет изначально была придумана боевая часть то есть именно разрывная граната сначала была гранатом значит следующий этапом было уже непосредственно сама гильза и уже была принята концепция такого что он должен заряжаться то есть граната она граната шарик шарик гильза соединяется вместе и помимо этого сам элемент взрывания или поражающий элемент он мог быть разные как дымовые там и причем это было прописано именно в заказе именно самого министерства что должны именно быть различными и у него вот такой был пистолет винтовки у нее не было но опять же забегая там вперед да очень часто опять же на фотографиях на фотографиях да особенно на конечном периоде ну войны это то есть на там 70 можно даже и не часто но попадаются снимки когда гранатометчик вы мог использовать еще и м16 это объясняется тем что помимо гранату у самого непосредственно стрелка средств защиты для себя никаких нет для чего создавался гранатомет то есть если вы представляете что нужно было просто-напросто заполнить нишу поражения то есть если мы ручную гранату бросаем максимум на 50 метров ну бог с ним 30 вот в максимуме сказал миномет идет 400 вот этот вот кусочек надо было чем-то забить и соответственно придумали а этот 150 и до 400 вот он замечательно у него шкала идет с делениями по 25 по 25 метров то есть соответственно стрелок который выполняет именно стрельбу из этого гранатомета мог стрелять как настильный настильные траектории так и навесной то есть вот так либо соответственно вот так прямой наводкой но опять же чтобы попасть прямой наводкой там эта дальность должна быть очень приемлемая для того чтобы от своей гранаты ну да 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 вот в упор если стрельнуть или в окно стрельнутон но в основном его использовали именно на дальность 150 Там, где обычная граната, она как бы не доставала. Стрелки, в принципе, на 150 метров, хорошие стрелки, они могли из этого гранатомета попасть в габарит порядка где-то 40 на 40. То есть, представляете, форточку или оконный проем. Это, в принципе, все было реально. Реально это было сделать, потому что количество, если ты много стреляешь, то ты являешься уже специалистом. Значит, здесь очень интересная вещь. Здесь, так как подразделение выходит в патруль, несется все по максимуму. Самое главное, еда и патроны. Еда и патроны. То есть, это принцип был тогда и этот принцип и сейчас, как только выдвижение куда-то идет, выход какой-то на несколько дней. Носимый боекомплект, он носился в бандольере. То есть, уже бандольера, ну, здесь его у нас нету такой. Вот бандольера под магазиной М-16, это, в принципе, вот подобное. Бандольера была и под этот гранатомет. Да. Затем уже непосредственно в конце 60-х появился жилет, который изготовлялся сначала из, про ткани вам говорили, там, нейлон. Потом этот жилет был уже модернизирован непосредственно на подствольный гранатомет М-203, который уже крепился на штатную М-16. Вот. То есть, носимый запас здесь, он не определялся, нигде не указывался. То есть, есть... Чем больше. Чем больше, тем лучше. Даже получается так, что пулеметные ленты, что мины, что вот это гранаты, по этому гранатомету, они распределялись между личным составом, который, ну, потому что надо было нести. Один он это все не унесет. Продолжение следует...